Буквально недавно известное новостное издание сообщило печальную новость – свадьба закончилась трагедией. Как стало известно, в городском поселке под Екатеринбургом молодожены справляли свадьбу. На праздник им родители жениха и невесты в складчину купили новый автомобиль российского производства. Такому подарку можно позавидовать – начало совместной жизни и уже есть автомобиль. В разгар веселья свидетели друг жениха предложил сделать пробную поездку. Сам жених еще не умел управлять автомобилем, а только готовился идти учиться. Родители были против и не давали ключи, так как видели, что свидетель был уже выпивший. Тем не менее, их удалось уговорить – им сказали, что не будут выезжать на трассу, а просто проедутся по сельским дорогам. Свидетель сел за рулем молодожены на заднее сидение. Проехав немного вдоль поля, машина выехала на асфальтированную дорогу. Это увидели все участники свадьбы. Им стали звонить, чтобы они срочно вернулись обратно. Но телефон они не поднимали. После того, как прошел час, все заподозрили неладное. Через некоторое время поступила ужасная новость. Видимо, свидетель решил проверить максимальную скорость на прямой дороге и не справился с управлением. Машина не вписалась в поворот и вылетела в кювет. Там, пролетев 30 метров, ударилась в камень, стоявший на поле. В машине выживших нет. Также прибывшие сотрудники обнаружили пожилого велосипедиста, двигавшегося по обочине. Он с многочисленными травмами скончался в больнице. Теперь родителям, несмотря на большое горе, грозит еще и уголовная ответственность за передачу транспортного средства людям в алкогольном опьянении.